Здравствуйте, друзья! Мы сегодня заделаем рамочку, покрасим ее, увидим ее готовую и обсудим одну очень интересную тему. Для начала я хочу добрать ее на нагеля. Нагеля или шканты. Мой сын назвал бы это пиптиком. Кто-то назовет круглой палочкой. Не имеет никакого значения, как его назвать. В любом случае, можно назвать, кстати, чужим шипом. Это, в принципе, та тема, о которой мы поговорим. А пока мы соберем ее на пиптики. Клею клеем фирмы Falco. Как мне сказали, что, ну, говорят, это немецкая фирма, во что я, в принципе, верю. Говорят, что фирма Rakol покупает у них дисперсию. Но это вопрос спорный. Ну, дадим немножко высохнуть. Что такое чужой шип? Это, значит, шип, который не вырезан с монолита, прямо с вашей заготовки, а пробран паз в одной детали и в другой, и туда вставлен тот самый чужой шип. Это может быть кусочек фанеры, либо кусочек дерева. В нашем случае это нагель, шкант, пиптик. Значит, существуют ламельные призера, которые делают, как бы, пазы под чужие шипы. У меня есть такой китайский, нехороший, плохо настраивается. Но есть, я им пользуюсь потом покажу. Очень сильно выручает, кстати. Лет десять назад я сделал своему старшему сыну кровать, собранную полностью всю на нагеля, диаметром 14 мм. То есть кровать была сосновая, нагеля были ясеневые. То есть где-то по 60 мм в обе стороны он заходил. В то время я работал в цеху откровенно сыром. То бишь, ну, надежд было мало, что эта кровать будет нормально жить. Прошло время, кровать, как была сделана, в таком же самом виде, она и осталась. Ничего не поросло, не разошлось, не расшаталось, но просто бедяли. Я для себя, как бы, сделал вывод, что чужой шип – это действительно шикарная такая вещь. А пока давайте займемся дальше нашей рамкой. Сейчас мы обрежем наши нагеля и построгаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше почухаем. Пару слов буквально про наждачку. Значит, есть такое мнение неверное, что наждачкой, если вы уже почухали, там, пошкурили, то все, вы на коне. Нет, наждачкой можно уже готовое изделие просто испортить. Если взять ее там как-то каким-то образом на палец, как-то не умело почухать, наждачка – довольно агрессивный такой, скажем, инструмент. Да, можно назвать инструментом, потому что она может буквально уничтожить изделие. Можно сбить углы, сделать яму, и все ваши труды будут просто-напросто уничтожены. В Одессе самая популярная фирма по наждачкам – это Смирдекс. Вот так она пишется. Столяра используют, как правило, от 80-х до 320-х. Сейчас я почухаю руками, потом машинкой. Значит, что я хочу еще сказать. Наждачкой, чтобы не наделать ям, лучше использовать какой-нибудь брусочек. Брусочком вы ничего не испортите, если по плоскости работаете. Вот таким образом взять просто руку и просто так вот чухать – ничего хорошего не будет. Будут ямы в любом случае, и после покраски это будет видно. Да, кстати, пришла новая, годная, ну, как бы просьба. Хотя, чтобы рамочку я составил искусственно, составил, чтобы она была старая, но в то же время, как новая. Для старения я буду использовать такую щетку «Пиранья». Она как бы пластиковая, как говорят, с алмазным напылением. Я внимательно смотрел, искал, где эти алмазы, и алмазок не увидел. Значит, щетка это сделает так, не грубо, а слегка она составит ее посредством того, что мягкие волокна как бы уйдут, а твердые останутся, и будет уходить себе легенький эффект. Субтитры сделал DimaTorzok После покраски я наждачкой мелкой, по-моему, 320 на поролончике, стираю верхний слой краски. Ну, это как бы уже место для творчества, для того, чтобы выделились, ну, чтобы протереть, чтобы волокна, которые находятся выше, чтобы они проявились, и чтобы их было хорошо видно. Ну, вот такой вот результат, такая вот рамочка. Раньше это было очень модно, сейчас как бы уже люди подостыли к этому. Ну, все, с рамочкой вроде все, там, прибью какое-нибудь ушко сзади. Я думал, понравится. Ну, на сегодня все, до свидания, до новых встреч.